Теперь прошло время заняться нашими кармашками. Или нет, я сначала предлагаю вам сделать верхнюю обложку, вот эту, которая у нас из более толстого картона. Давайте сделаем ее и потом уже будем заниматься кармашками из остатков кожи. Когда я вырезала обложку, я забыла сказать, что нужно еще вырезать из такого же картона корешок. Корешок у нас будет длиной такой же, как обложка, а шириной, как вы помните, я говорила, 3-3,5 см. 3 см я возьму, наверное. Сейчас я померю. Минечкой сколько у кого? 3 см. Ну, пожалуй, 3,5 см я возьму, потому что мы же еще будем вставлять туда ручку, в наш блокнотик. У нас там постоянно ручка будет храниться, поэтому возьму я 3,5 см и плюс еще у нас сантиметрик уйдет при пуске между корешком и обложкой. Давайте сделаем 3,5 см. 4,5 см. 4,5 см. Вот, а это просто вот так вот прикладываем, отмеряем длину и вот таким образом сразу отрезаем. Получился у нас вот такой корешок. Вот, теперь нам нужно решить, какого цвета у нас будет обложка. Я все-таки, наверное, сделаю ее темно-коричневую. Вот, но у меня тут такой кусочек, его может не хватить. Сейчас я размещу его. Так, хватает, хватает, вполне себе хватает. Вот, лишнее нам нужно обрезать. Кожу мы используем в данном случае чем тоньше, тем лучше. Эта кожа у нас где-то 0,5 мм, где-то толщиной. Кожу, как я уже говорила, я покупаю на ярмарке мастеров. Выбирайте в поиске натуральная кожа. Можете написать натуральная кожа итальянского производства. Вот, и он вам выдаст все магазины, поисковик выдаст вам, в которых есть эта кожа. И вы можете выбрать город, ну, ближайший к себе и заказать там кожу. Уголки вот эти вот я тоже срезаю, чтобы они не мешались. Вот, обязательно кожу надо проверять на наличие каких-то дефектов, возможно, чтобы у вас, ну, дефект никакой не попал на лицевую сторону. Либо, либо этот дефект, ну, потом можно чем-то прикрыть. Но прикрывать его тоже нужно вовремя, пока еще не склеена у нас полностью целиком обложка. Вот, сначала мы приклеиваем корешочек посерединке. Клеить мы будем на супер-ПВА. Мой любимый клей. Намазываем корешок. Если кожа чуть-чуть помятая, как вот у меня, например, то в процессе приклеивания ее желательно растянуть немножко. Ну, аккуратно растягивать, чтобы не порвать, не дай растянуть вот эти места, которые у нас будут между корешком и обложкой. Так, теперь приклеиваем обложки сами. Старайтесь намазывать всю поверхность сразу, не частями, а именно всю поверхность обложки, потому что тонкая кожа, когда ее приклеиваешь частями, она как бы ложится неровно. Вот эти слои клея, которые вы, ну, первый слой нанесли, второй слой, они будут видны под кожей. Кожа тоненькая, все-все-все неровности, они будут потом проступать. Поэтому наклеиваем, намазываем нашу обложку сразу, целиком. Старайтесь равномерненько промазывать. Обложечку будет вести немножко она, потому что картон у нас не такой толстый, как в других работах. Ну, это ничего страшного, когда вот, приклеиваем, мы немножко вот так вот кожу подтянули пальчиками, чтобы она там у нас раз это, раз, хорошенько распространилась по всей поверхности. Если кожа сильно мятая у вас, то предварительно вымочить ее нужно в холодной водичке. В холодной водичке вымачиваем и сушим, сушим естественным путем, никаким, нигде ни на батарее, кожа тепла не переносит, она сразу стянется, сядет и тому подобное. То есть вы сушите ее естественным путем, просто вешаете на сушилочку и она у вас сохнет. Если она будет чуть-чуть влажноватая, можно даже в таком состоянии ее приклеивать уже, даже чуть-чуть влажно. Вот, ну и желательно, конечно, вот такие вот детали потом положить под пресс. То есть, когда мы приклеим вот эту обложку, ее желательно положить под пресс. Так, приклеиваем вторую часть. Не забываем про комбинацию кожи, если вы хотели каким-то образом украшать или комбинировать на обложке кожу, то именно сейчас это и нужно делать, пока у нас не склеена полностью обложка. Поэтому этот момент вот мы продумываем сейчас. Между корешком и крышечками обложки у нас, сейчас я вам скажу точно, сколько миллиметров, ну, где-то вот полсантиметра примерно. Приклеили, чуть-чуть тоже подтянули. вот, вот такая вот обложечка у нас. теперь нам нужно вот так вот заклеить краешки. Давайте промажем сначала самые длинные. вот здесь тоже места вот эти нужно промазать, чтобы кожа там склеилась. Можно даже вот так беговочкой туда продавить ее. приклеиваем. Приклеиваем краешки, уголки пока не приклеиваем, только края. fruit. и краски факел Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такой получается у нас уголок Также поступаем с остальными уголками Складки желательно делать не сильно крупные Лучше их побольше сделать Почаще их сделать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Вот у нас готова верхняя обложка Теперь нам по замыслу я ее еще хотела чем-то украсить, скомбинировать каким-то образом кожу Вот, и я думаю, что я возьму полосочку, наверное, вот такой бирюзола кожи еще приклею И полосочку Да, хотелось бы рыжий, но рыжий кусочка у меня не хватает Нашла я тоненькую полосочку рыжей кожи Я думаю, мне этого достаточно Я не хочу, чтобы у меня поломет был сильно яркий Такой просто акцентик небольшой Вот, и еще я беру мятную кожу Тоже нам нужно сделать полосочку с припусками небольшими Даже, наверное, я возьму вот эту часть Думаю, ее будет достаточно Так, припуски Обязательно ровненько обрежьте край Вот, потому что у каждой кожи, естественно, ровного края нету у каждой шкурки Поэтому выкладываем по коврику ее Ровненько И вот таким образом по линейке мы делаем ровненький край Сколько у нас тут? 3 сантиметра Чуть-чуть поменьше возьму, чтобы вкладочки не попали Делаем такую полоску Теперь наши полосочки нам нужно приклеить Параллельно нашему корешку Вот так вот И вот такой у нас будет Вами Ремешочек Я, наверное, ремешок расположу в этот раз в нижней части Обложки Вот И вот здесь я еще Сделаю какую-нибудь, наверное, аппликацию из кожи Итак, приклеиваем Сейчас приклеиваем наши полосочки Вот так вот складываем обложку обязательно, чтобы видеть край Приклеиваем полоски на клей-момент Обязательно хорошо промазываем краешки И таким же образом, как на ремешке, растушевываем края Чтобы не повылазил клей Вот так вот И чтобы край наш равномерно приклеился И теперь аккуратно, параллельно к корешку, приклеиваем полоску Субтитры сделал DimaTorzok Затем промазываем отвороты вот эти, кончики уже и тоже приклеиваем с обратной стороны. Вот таким вот образом и потом приклеиваем полосочку нашу. Намазываем полоску хорошенько клеем. Таким же образом размазываем клей, чтобы он не вылез. И аккуратно приклеиваем. Клеим в стык, не накладываем на ту полоску, а придвигаем как бы к ней. Вот так. Ну и обязательно кончики приклеиваем. Так. 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 Вот такая у нас замечательная получилась обложка. Теперь нам нужно сделать внутреннюю обложку и обклеить кармашки наши. Так как самую большую площадь у нас занимает вот эта вот обложка, поэтому мы позаботимся сначала о ней. Я приготовила для нее вот такой вот кусочек кожи. Как раз таки им я и воспользуюсь. Делаем обложку точно такую же, как и наша первая. Поэтому внимательно смотрим, чтобы у нас эти крышки ровно-ровно совпадали с нашей уже готовой обложкой. Вот. Поэтому сейчас мы примерно прикладываем вот так. Обрезаем лишнее. Вот из таких вот длинных кусочков впоследствии можно сделать закладки. Вот тоже достаточно длинный кусочек тоже можно сделать закладку. Итак. Начинаем с левой обложки. Хорошенько тоже ее промазываем. Вот так вот. Мазать нужно стараться быстрее, потому что клей достаточно быстро сохнет и потом может не прихватиться в некоторых местах. Не забудьте, что скругленные уголки у нас идут наружу. Переворачиваем. Расправляем все. И теперь вот так вот прям можно приложить. Сейчас мы намажем вторую половинку. Смотрите, чтобы не испачкать нашу обложку уже готовую. Мы, наверное, сделаем сейчас вот так вот лучше, чтобы не испачкаться. Давайте наметим, делаем пометочки. Здесь мы корешок не делаем. Делаем только такие крышечки. Вот таким образом мы отметим и отметим сейчас примерно куда ложить. Вот так. Теперь она у нас не выпачкается. Намазываем. И ровно-ровно вот так вот совмещаем наши метки. Смотрите, чтобы у вас здесь ровненький корешок был. Так. 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 нам можно сделать вот так вот, когда мы уже приклеили. Лишнее обрезать. закруглить уголки все. и так же, как на первой обложке, приклеиваем. Немножко не приклеилось. Сейчас мы ее промажем еще. Теперь промазываем края. Все то же самое, только у нас, видите, нет корешка. Козу сильно не надо тянуть. Она довольно сильно тянется, на самом деле, тоненькая кожа. И может деформироваться из-за этого наша обложка. Поэтому тянуть ее нежелательно. Обращайтесь в ней так, нежненько. В меру натягивать, скажем так. Ну, вы сами почувствуете, когда будете с ней работать. Здесь мы попробуем сразу. Давайте приклеить и уголки, и стеночку. Так. Так вот. Так. Так. Добавил субтитры DimaTorzok У нас получится такая многослойная обложка. Пока уголки не подсохли, старайтесь их подровнять, чтобы они были ровненькие. Приклеиваем вторую сторону. Приклеиваем вторую сторону. Приклеиваем вторую сторону. Добавил субтитры DimaTorzok 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 еще я попробую подвернуть вот этот кусочек небольшой рискнул так сказать посмотрим что у меня получится аккуратно обрезаем смотрите не порежьте все что лежит ниже так делаем большой карман тут у меня какая-то меточка сейчас попробую стереть итак делаем большой карман промазываем вот эту сторону полностью промазываем клеем аккуратненько приклеиваем чтобы сзади больше места осталось я уже спереди поменьше оставлю припуск теперь промазываем край тоже аккуратненько его заворачиваем и вот здесь девочки я советую именно в данном случае кармашки все прошить по вот этому краюшку на швейной машине в данном случае оно возьмется без проблем тут кармашки тоненькие чтобы хорошо все держалось и не отошло прям по краю близко близко к краю прошу сделать строчку сейчас я еще приступлю так ну и так как у нас несколько карманов давайте пока этот оставим и проклеим еще вот эти кармашки вот эти кармашки сразу же так у меня еще осталось у меня еще осталось коричневая кожа какая-то кусочки так так тут тоже целиком не хватает вот не хватает у меня целых целого кусочка нету поэтому буду его сейчас тоже комбинировать вот вот здесь у меня ровный край нет не ровный сейчас будем комбинировать кусочек так отрезать а вот 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 не забудьте что у вас еще припуск должен остаться на подворот поэтому рассчитывайте где-то вот так вот вы еще где-то сантиметра полтора осталось вот так вот пока можно даже знаете по коврику это все делать вилой отметочки и вот этот вот эту часть промазываю клеем не ту сторону я взяла не ту сторону так правильно все промазываем желательно чтобы рисунок был внутри в принципе кармана это внутри кармана тоже не будет ничего видно у нас не отворачивается вот и вот эта часть тоже нам нужно чем-то заклеить есть у меня еще бежевая кожа вот такая вот ее не хватает сейчас мы найдем еще какой-нибудь кусочек вот есть еще коричневый так в принципе можно полосочками кусочками выложить весь карман если у вас есть много кусочков таких длинненьких то вполне себе можно не обязательно двумя а можно сделать из трех комбинацию там из четырех выложить там мозаика и вообще как как ваша фантазия вам подскажет если вы хотите как бы сэкономить в данном случае или применить остатки какие-то то вот это вот то самое место куда это можно сделать так кожу наклеиваем в стык не внахлёст обязательно только в стык все это обрезаем лишнее так уголок у нас будет здесь да поэтому вот эту часть мы подворачиваем как кто а а и и а и и и и и и Все так же складочками аккуратненько формируем несколько складок. У меня обычно получается 3-4 складки на один уголок. Чем тоньше кожа, тем тоньше и больше складочек можно сделать, тем аккуратнее будет естественно уголочек ваш. Так вот пальчиками приминаем его, обрезаем лишнее опять и так продолжаем у нас готово два кармашка. Вот этот карман мы прошьем по краю на машинке и прошьем вот эти две, стык наш тоже прошьем на машинке. Этот карман мы только по краю прошиваем. И остался нам еще один маленький кармашек, вот такой вот. тоже нужно нам его обклеить кожей. Вот этот карман, так как мы этот будем подворачивать, то у этого кармана имеет смысл срезать кожу. сейчас мы приложим и я вам скажу, куда можно срезать. Вот так вот стыкуем края, совмещаем уголки и отмечаем. Вот здесь вот буквально на парочку миллиметров пониже, чем наш край отмечаем. вот это все мы можем обрезать, оно нам не нужно. Поэтому мы всю эту толщину сейчас убираем. мы ее заворачивать не будем. Аккуратненько обрезаем ее. Вот что у вас получилось. Вот так должно быть. Вот теперь мы делаем наш последний кармашек. Ну я думаю, что я вот этот кусочек возьму. Все таки попробую его оприходовать. У меня какой-то брак на коже. Хочется, чтобы он был подвернутый. Так, приклеиваю также сначала на кожу. Оставляем небольшой подворот. Лишнее можно обрезать. Здесь тоже вот так, где-то сантиметра полтора. Это будет у нас подворачиваться уже под обложку. Конечно, я бы чуть побольше оставила. Ну раз кусочек такой, будем рисковать. Подворачиваем. подворачиваем пока только вверх. Вот эти кусочки тоже можно срезать. вот таким образом. чтобы они нам не создавали лишнюю толщину на обложке потом. Вот таким образом у нас будет накладываться карман. Но сначала нам нужно его прошить. Вот такой вот кармашек и еще один здесь. Итак, достаем машинку и прошиваем наши карманы. Вот этот карман мы прошиваем по краю. Только здесь, вот здесь по краю. Итак, я прошила на машинке наши детальки. Я прошила карман большой по краю. Я рискнула и прошила еще вот так вот обложечку. То есть вот эти полоски я по краю тоже прошлась. И вот эту тоненькую я прошлась по серединке. В принципе взялось, все прошилось. Вот. Нужно только стараться аккуратно, чтобы строчка пошла ровно. Вот. Прошила наш большой кармашек вот здесь вот и по краю. Теперь нам нужно будет его приклеить вот к этой обложке. Так. И вот так вот следом будет. Вот. Вот. Но сначала нам нужно завязать все вот эти вот. Где-то обрезать, где-то завязать. Нитки все, которые у нас торчат. Вот. Где край, где нитка с краю идет, то можно просто обрезать. Вот. 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 Вот здесь я буду, вот здесь уже нужно завязать ее, чтобы эти кончики у нас не торчали. так. Тут у нас будет лицевая сторона. Нам нужно убрать это все вовнутрь. так. Вот так. Вытаскиваем все вот эти вот ниточки и завязываем. Так. А еще остались у нас вот здесь на обложке. Так. Продолжение следует... 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 и заворачиваем вот таким вот образом ну и теперь да можем вот здесь проклеить тоже край второй раз теперь нам нужно завернуть вот этот ворот хорошенько промазываем моментом его особенно место где у нас уголок вот здесь небольшой нахлёст кожи происходит вот здесь голубая нахлёстывается на коричневую подтягиваем также формируем складочки заворачиваем вот так пальчиками приглаживаем все все было ровненько давайте срежем лишнюю кожу еще раз переверните и сформируйте вот так вот пальчиками уголок и теперь постучим вот такой у нас получился замечательный карман аккуратненько здесь вот ничего не приклеивается у нас получается этот карман такой как бы накладной вот этот уже карман у нас внутренний вот и таким же образом подворачивая под обложку вот эти вот наши отвороты мы приклеим вот этот кармашек то есть переворачиваем совмещаем и по краюшку приклеиваем также не забывая формировать на углах складочки аккуратненько так я подклеила большой карман вот так вот на внутреннюю часть обложки и теперь пока мы не склеили все наши детали нам нужно все проверить все ли мы приклеили все ли мы приделали я еще планировала сделать вот здесь вот для ручки крепление хочу сделать вот так вот три подряд резиночки вставить прямо в саму обложку поэтому нам нужно сделать с вами разметку мы сделаем сейчас прорези возьмите какой-нибудь длинный карандаш чтобы примерно знать длину ручки ну вот как то вот так вот я наверно она у меня будет располагаться и нам нужно сделать разметки с вами для прорезей давайте их на одинаковом расстоянии сделаем вот вот здесь у нас будут прорези для резиночек вот мы можем сделать одну прорезь и сразу вставить туда как бы 22 кончика резинки а можем сделать где-то вот так вот на расстоянии давайте одного сантиметра можно сделать две прорези вот берем коврик и на нем можно также полинички все это делать ширина нашей прорези равна ширине резинки вот таким вот образом делаем отверстие вот теперь каким-нибудь удобным инструментом ну наверное может быть ножницами попробовать мы вставляем туда резиночки в одну прорезь один конец в другую прорезь другой конец не забудьте потом подтереть наш карандаш следы карандаша вот таким вот образом сзади у нас вот что получается вот таким образом вставляем все резинки вот и третья резиночка затем чтобы у нас точно туда хорошо влезла ручка мы берем наш карандашик укатился вот и аккуратненько его туда вставляем во все наши три резиночки вставляем его вот так вот чтобы они были равномерные и вот так вот мы подтягиваем равномерно резинки все вот вот получается вот такая штука теперь мы все вот эти кончики подклеиваем подержим чуть-чуть чтобы схватилась резинка клеится тяжело поэтому поприжимайте и подольше так следующий этап пока у нас приклеиваются резиночки я вам покажу как приклеить закладки собственно тут ничего сложного я вот нарезала вот таких 3 длинных ленточки две серые одну бежевую тоже ничего сложного абсолютно тут просто приклеиваем вот сюда их имейте ввиду что у вас странички вот так будут отходить отсюда то есть они где-то начинаться будут вот так вот у вас отсюда поэтому я их приклеиваю делаю такой вот квадратик приклеиваю где-то вот в этом месте немножко приклеиваем лицом вниз вот таким вот образом и последняя закладка будет всего у нас три закладочки пока они пускай у нас болтаются такие длинные когда мы вставим блокнот наш уже и распределим их там и закроем все и тогда мы сможем их уже подрезать нужно на длину сделать пока пускай такие болтаются так резинки наши приклеились и нам осталось только закрепить застежку вот какие получились петелечки не забываем про наш ремешок крепим мы его к нашей твердой обложке вот здесь у нас заметьте ремешок более мягкий он сделан специально вот этот хвостик для того чтобы мы смогли прикрепить его к обложке сначала мы приклеиваем на момент его ищем ту точку на которую мы хотим приклеить я вроде снизу хотела его приклеить намазываем вот эту часть до утолщения имейте ввиду что вот в этом месте ваша обложка потом будет немножко как бы расходиться и нам нужно будет очень долго крепко при приклеивании ее зажимать чтобы вот здесь у нас не было промежутка никакого так приклеиваем ремешок обязательно ремешок нужно еще чем-то закрепить я делаю это братиками ну подходящими по цвету ко всей остальной фурнитуре вот таким образом приклеиваем и приготавливаем наши братцы итак дорогие друзья мой ремешок приклеился теперь нам нужно его закрепить хорошенько братцами так я пожалуй его сдвину потому что тут у меня коричневая кожа покрасила немножко бирюзовым чуть-чуть я его сдвину сейчас вовнутрь обязательно в это же место приклеить что надо чтобы больше краска не попало вот видите бывают какие штуки ну это все внутри в принципе практически не видно вот закрепляем на то же место вдруг у вас такая вот произойдет штука имеете ввиду вот теперь мы берем шило и делаем две дырочки практически ну вот возле края где-то вот здесь вот где-то в расстоянии на расстоянии миллиметров 7 от края аккуратно протыкаем насквозь и закрепляем братцами я выбрала вот такие братики оранжевого цвета я выбираю братики хорошенько закрепляем молоточком вот так вот прокручиваем чтобы ремешок наш крепко держался и делаем вторую дырочку на таком же расстоянии вот такая у нас получается застежка расправляем замечательно все застежку мы закрепили теперь мы достаем наш планер с механизмом с нашим уже готовым так тоже вкладываем сюда эту внутреннюю обложечку вкладываем планер закрываем закрываем застежку все это ровненько формируем и вот так вот за застежку мы прикладываем к обложке и прям вот так вот отпечатываем ее видите у нас получился отпечаток здесь на коже вот сюда именно в это место мы поставим вторую часть заклепки ровненько вот так вот вы ее на этот отпечаток прикладываете и нашими хвостиками вот так вот придавливаете вот у нас где нужно сделать отверстие для застежки прорезаем ножом аккуратно не заходя за границы нашего вот этого круга делаем прорези вставляем нашу застежку вот так вот аккуратненько все у нас получается хорошенько ее придавливаем и заворачиваем хвостики молоточком их забиваем вот замечательно вкладываем снова и застегиваем все застегивается все отлично вот в принципе наш планер готов осталось только нам склеить наши обложки вот в этих местах я прошу обратить особенное внимание и прям вот здесь вот закрепить хорошенько при приклеивании закрепить зажимами чтобы у нас здесь как можно меньше был промежуточек приступим давайте сначала приклеим корешочек хорошенько клеим от и до все краешки тоже промазываем клеим на момент начну я с корешка прям вот эти как сказать прорези вот эти тоже промежуточки тоже все вот это промазываем аккуратно клеим немножко растушевать можно края чтобы клей не вылез вот здесь было более равномерно все вот таким вот образом растушевываем пальчик вытираем обязательно чтобы этим пальчиком потом не затронуть какую-то чистую верхнюю свою кожу прикладываем совмещаем все уголочки наши совмещаем обложку верхнюю с нижней вот и теперь приклеиваем корешочек вот аккуратно берем беговочку и аккуратненько беговочкой так как эта кожа очень трется я поэтому прям вот ну буквально не и не двигая просто вот так вот проминаю эти канавки вот таким вот образом обязательно их нужно туда продавить чтобы у нас вся кожа лишняя туда ушла то есть что-то у меня испачкалось вот эта бежевая кожа очень как бы поддается воздействию поэтому с ней вообще нужно аккуратно прям вот так вот продавливаю я беговкой хорошенько туда эти каналочки чтобы все у меня приклеилось вот и аккуратненько пальчиком вот здесь вот вот и теперь мы можем приклеить уже наши обложки друг другу также промазываем сначала левую обложку промазываем сейчас я достану зажимы сначала чтобы сразу потом схватить промазываем левую обложку сначала картон затем края края очень хорошо нужно промазать коричневая кожа оказалась такой пачкущейся пачкает все остальные видите ну вот говорится не знаешь этого пока не поработаешь вот я думаю что знаете нужно немножечко дать клею схватиться чтобы он вот эти края нам не запачкал растушевываем края обязательно растушевываем да он согнут очень быстро Совмещаем уголочки аккуратно. Все это крепко-крепко прижимаем. Вот в этих местах, где у нас есть какие-то утолщения, мы, во-первых, на уголках, естественно, мы ставим зажимчики, чтобы у нас уголки ровненько закрепились, и где есть какие-то утолщения. То есть, видите, вот здесь вот кармашек немножко толстоватый, там тоже можно защипить вот так вот. Уголочек тоже, смотрите, аккуратней, чтобы зажимы кожу не повредили, аккуратно-аккуратно прям зажимаем, практически не двигаем ими. здесь хорошенько все проглаживаем. Вот здесь кармашек, поэтому тоже советую защипить зажимчиком. пальчиками все вот так вот продавливаем все краешки. проходим хорошенько, так, пока закроем их, вот. И приклеиваем вот эту сторону теперь. Осторожно, чтобы не испачкать закладки. Тут внимание уделить вот этому месту обязательно. так, проклеиваем. И вот здесь тоже утолщение будет где закладочки, поэтому тоже получше промажьте клеем и потом защипите зажимом. вот здесь хорошенько промазываем, вот эти все места, прям ремешок тоже промазывается, все-все-все аккуратно промазываем. Чуть-чуть растушевали где густо. и совмещаем наши обложки, так, сразу же в эти места. Вот таким образом. Уголки, если где-то что-то торчит, можно вот так вот ноготком сразу отправлять. Вот так у нас получилось, видите, вклеились обложки в обложку закладки прямо аккуратно и крепко. Вот, и давайте теперь закрепим где кармашки обязательно и где закладочки. Вот сюда сразу и то, и то мы закрепили. Обязательно вот эти места скрепляем их сразу же, не ждем пока там высохнет клей. прям близко-близко к ремешку, но на ремешок не заходим, иначе не приклеится тогда. Близко-близко. Вот. Вот здесь я еще закреплю и уголочек. Ну и где-то еще пальчиками поджимайте пальчиками. В принципе, наша обложечка готова. Посмотрите, как красиво все получилось, она такая многослойная, интересная, у кого такой не будет. Так, вот здесь еще отходит немножко. Давайте зажимчики лишние есть, я еще закреплю вот сюда. Вот такая обложка. Все замечательно. Потом можно пройтись по ней мокрой тряпочкой. где-то следы клея остались, там небольшие вот краски. Мокрой тряпочкой, аккуратно, нежно, без сильного нажима. Протираем, устраняем все следы. Так, и нам с вами осталось только вставить наш механизм. Поэтому нам нужно его снять со страничек пока. Берем, выстегиваем и проверяем. Берем листочек, прикладываем. Листочек у нас прикладываем ровно, да, и на этом уровне у нас должны располагаться наши штучки вот эти. То есть мы как бы должны отметить с вами. Вот, ну, в принципе, все ровно посерединке. Вот, мы делаем с вами ровно посередине корешка, где у нас дырочки на механизме, делаем вот такие вот пометочки карандашиком. И продырявливаем здесь дырки или установщиком люверсов, или каким-нибудь, ну, достаточно толстым шилом, чтобы дырочка получилась почти шириной с нашу вот эту дырочку. Чтобы у нас очень хорошо туда потом вошли наши заклепки, или как они по-другому называются, хольнитены. Вот. Ждем, пока высохнет наша обложка. Итак, друзья, обложка наша подклеилась. Я, пока она клеилась, приготовила вот такие кружочки, вырезала их вручную, абсолютно сделала шаблон сначала из бумаги, обвела его и вырезала вот такие кружочки. 4 рыжих и 5 мятных. Я хочу приклеить их на странички в качестве, ну, тоже в качестве разделителей. Вот. Но для начала мы займемся обложкой. Снимем все вот эти наши зажимы. Снимаем аккуратно, не царапаем кожу. Вот это все потом, следы они отойдут, их не останется. Возможно, нам стоила ручка в другом месте. Приделать крепление. Ну, собственно, у меня столько бумаг нету, я думаю, что удобно будет и здесь. Все, обложка наша готова. Застегивается все крепко, аккуратно, все. Осталось только прикрепить механизм. Для этого мы на наших отметках делаем прорези. вот такие. Вот таким образом вытаскиваем все кусочки. Так. И теперь прикладываем наш механизм. смотрим, чтобы он у нас был ровно приложен. Не вот так вот, а вот так вот, именно вот этим вот прямой стороной вправо. Достаем наши заклепки и вставляем их. Сначала одну вставляем, закрепляем. Видите, тут клей откуда-то взялся. Тут такой кончик получается выходит. Мы одеваем на него заклепку и вот так вот защелкиваем. И вторую заклепочку также закрепляем. Вот. И теперь нам нужно взять что-то, какой-то конусообразный инструмент и молоточек. У меня есть вот такая штучка. Она вот здесь вот немножко такой, у нее форма небольшого конуса. Это вот самое удобное, что оказалось. Возможно, винтовую отвертку можно взять. Вставляем в нашу заклепку и потихонечку стучим вот так вот. То есть нам нужно их там закрепить, чтобы заклепка внутри расплющилась, внутри своей пуговки. Вот. Сами клепочки желательно что-то ровное подложить, может просто на столе, чтобы они там не деформировались. Вот. Все закреплено, все отлично держится. Все. Все. Наш планер готов. Мы можем вставить в него наши странички. и наклеить разделители на какие-то нужные вам разделы. Если они вам нужны, вообще разделители эти. Вот. Ну, это как бы будут своего рода такие пометочки. Кроме закладок, еще будут такие пометочки на страничках. Давайте займемся закладками. Теперь мы можем определить их длину уже. Не натягиваем их. Планер вот так закрываем. Да, все-таки страничек многовато. Плоховато они там, ну, у меня двигаются. Вот. Поэтому, я думаю, надо их убавить немножко. Вот. Теперь закрываем и делаем наши закладки. Обрезаем их. Я люблю, знаете, обрезать по диагонали закладочки. Вот таким вот образом. Вот такие у нас вышли закладки. Так. Теперь наши разделители. Тут вообще просто, если есть что разделять. Вот, собственно, вот сюда, например, не нужно приклеить разделитель. Я начинаю с мятных, так как их больше. Так. Клея немного выдавилось. Сейчас мы сделаем вот так. приклеился так начнем самого верху и вот так просто на страничку мы его приклеиваем он будет сбоку нам показывать где у нас находится тут или другой раздел последний раздел такой уже снизу уже снизу последний раздел мы размечаем снизу так следующий у нас раздел вот такой вот я его намечаю чуть повыше клей сохнет поэтому побыстрее так вот тут у меня календарь я его тоже хочу за это отметить ну и дальше какие разделы вам нужно отметить я все-таки вытащу немножко страничек немного страничек вытащу когда подойдет время я их до снова вставлю да они вот стали свободнее уже двигаться ну вот все готово такие закладочки остальные разделители кстати там где-то какие-то планы если вам нужно заложить можно вот так вот сразу сделать ну скажем так вот заложить закладки там где вам нужно чаще всего открывать ежедневник закладочки натягиваются поэтому сильно не надо туда вкладывать вот так вот такая красота у нас получилась смотрите какой край девочки спасибо вам что вы заходите на мои мастер-классы что вы пользуетесь мои моими наработками моими знаниями я очень надеюсь что все это все что я даю вам своих мастер-классах для вас оказывается полезным нужным и очень надеюсь увидеть ваши работы по моим мастер-классам так что вы не стесняйтесь обязательно присылайте мне свои работы я буду комментировать если нужно я могу покритиковать и могу конечно же похвалить обязательно как же без этого вот так что присылайте не стесняйтесь я вам желаю творческих успехов вдохновения побольше 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 заказчиков позитивных и нормальных адекватных вот и побольше покупателей в будущем я думаю что все мы к этому стремимся в итоге чтобы наши работы были востребованы вот так что желаю вам успехов и вдохновения и побольше времени на воплощение ваших творческих идей до встречи в мастерской книги мы рассказываем с вы как что мы мы Продолжение следует...